Юрий Семенов, принимающий активное участие в восстановлении храма, еще помнит свои школьные годы. Здесь он учился с 1 по 8 класс. Очень рад, что могу помочь в этом благом деле, говорит он. На сегодняшний день мужчина занимается обшивкой дверей. Я сам, правда, не понял. Просто почему-то надо это делать. Нужно. Может, для внуков, может, для чего, не знаю. Может, Бог послал меня сюда. Здание это было построено в начале 1900-х годов. Первоначальная миссия была местом богослужения. Но в советское время он служил в качестве спортивного зала школы. Построено как церковь. За церковью было кладбище. Потом уже, я не могу сказать, в каком году здесь школа появилась, но, по-моему, вот это здание и вот это здание, которое стоит, они строились практически одинаковое время. Потому что тоже слышали, если кто-то там был, может понять, там здание это старые, классы, и вот эти края одинаковые, учительские, и тут тоже печи были. Здесь, говорят, учителя жили, церковные вот учителя, а здесь учили вот детей. Восстановительную работу жители начали еще весной 2022 года. Вывезли гору мусора из заброшенного здания, убрали заросли клёна, которыми обросло здание храма. Покрыли крышей металлосайдингом, участвовали все мужчины с села. Все тут протекал ведь крыша-то, все равно помочь как-то надо. Восстановили алтарь, обустроили небольшую гостиницу для прихожан, приезжающих из других местностей во время больших православных праздников. Время для обращения к Богу к крестьянской вере давно наступило, считают сельчане. Представляете, такой красивый сон приснился. А ты, говорит, что здесь одетая, раздевайся. У них столы стоят, они здесь кушают, и служба идет. Нам, говорит, здесь тепло, хорошо. Все, кто умер в деревне, все приснились здесь. Сигналом для начала восстановления храма стал вещий сон, который приснился жительнице Чексов. После чего женщина стала активно вовлекать в благое дело своих относельчан. Одним из первых поддержал идею Василий Дубов. Здесь у нас был школьный музей. Сейчас здесь должен быть алтарь, как и планировалось при строительстве данного храма. Люди приносит иконы, молятся уже здесь чексинцы. Вера спасет и мир считают чексиктинцы и призывают всех, кто хочет помочь им в восстановлении храма Святой Троицы. Оказать денежную поддержку. Гулина Гельмулина, Фейль Шихудинов и Лилия Шемарданова. Новости Татарстана.